Всем привет! Начинаю этот ток сегодня. Сегодня я бы хотел вам рассказать о такой штуке, как реализация GMS на SQS со спрингом. Кто не знает, что такое GMS? В общем, GMS — Java Messaging System. Ну, то есть механизм абстракции, который позволяет нам отправлять сообщения и сабскрайбиться на эти сообщения в стандартном интерфейсе. Ну, не в этом интерфейсе, а какие основные классы? Кто расскажет? Может? Ну, типа того, да, там connection есть, там коннектишься, есть топики, всякие там, сабскрайберы и так далее. В общем, кто не знает, что такое SQS? В общем, SQS — это ShortQ Service, правильно? На Amazon, на AWS. Что делать? Там есть, конечно, свой интерфейс в SDK, да, Java SDK. Однако есть там определенные нюансы, скажем так, которые мне очень понравились, когда работал с чистым SDK. Ну, в частности, то, что там подход как раз-таки не реактивный, а вам постоянно нужно опрашивать эту очередь и выявлять, там есть новые сообщения или нет. И также тоже много других там подводных камней есть. И, как ни странно, для этого SQS, для Amazon SQS есть реализация GMS, через GMS интерфейс. Там она не в полном объеме реализована, сразу вам скажу. Но основные фишки есть, которые позволят вам сэкономить ваш нервы и количество кода и время. В общем, что у меня есть? У меня есть Spring Boot-приложение, нужно организовать как-то мессенджинг. И, как бы, есть вариант, да, можно там свой какой-то брокер держать, да. Однако, тут есть уже свои недостатки, там, High Level Ability и все остальное. Это самостоятельно обеспечивать не очень хотелось, потому что, если система должна быть ICH, да, то, соответственно, более одного нужно брокера, чтобы обеспечить это. И из этого решения, а? Я понял, что такое ICH. Ну, High Level Ability. Ну, если система не должна погибать, если, в любых условиях, в общем. Если у нас есть один, да, Signal Point of Failure, то он падает и все, система не работает. А если у нас есть какие-то таблицирование, да, или какие-то другие технологии по защите, то, соответственно, это резервные ноды, да, компоненты, которые обеспечивают. В случае даже отказа от части, то другая часть работает. Ладно, в общем, GMS, SQS и Spring. Что нужно сделать, чтобы включить поддержку GMS в Spring E? Можно в конфигурации включить аннотацию Enable GMS. Вот самое первое. Что, соответственно, поможет нашей Spring контексту, да, всем остальному, как бы, включить все эти дела, поддержку. Основное, что нас свяжет с SQS, это SQS Connection Factory. Как и любой компонент из AWS SDK, его нужно будет инициализировать, указав credentials provider и зона, регион. Затем, штука, которая в Spring E отвечает за работу с GMS, это Listener Factory. Ее тоже нужно конфижить. Ну, там есть дефолт, но нам она не подойдет, скорее всего. В Factory вы указываете основные параметры, которые вы будете использовать для работы. Для работы, да. И одно из основного – это Acknowledge Mode. Да? Кто скажет, что это такое? Ну, это мод, который позволяет, как мы будем работать с поглощением наших сообщений, да. И, соответственно, я использую Client Site. То есть, там есть автоматический Client, еще какие-то варианты. То есть, клиент должен сказать, он это Consumed, это месседж или нет. Затем, чтобы отправлять сообщение, нам можно конфижить GMS template. Как и REST template. Эта штука достаточно просто конфижится и используется. То есть, основные методы там будет Convert and Send. Ну, это, который я отправляю, да, по отправке. И пятое, что нам еще понадобится. Ну, это как бы опционально, но я использую красивый Message Converter. Конвертер, который конвертирует в JSON формат мои сообщения. Настроив эти компоненты, можно спокойненько приступать к работе полноценной с GMS. В общем, предположим, у нас есть какой-то сервис, и мы хотим, чтобы он принимал сообщение. Что нужно сделать? Мы пишем метод, как обычно, как endpoint, допустим, описываем. И ставим на анимонтации аннотацию GMS Listener. Там есть ряд компонентов, которые можно настроить в аннотации. Но основное нас интересует это Destination. То есть, это будет имя нашей очереди. И Connection Factory. Connection Factory. То есть, когда мы создали свою фабрику, теперь нужно ее подносить сюда, потому что там может забежать дефолтное и непонятное поведение может быть. И, соответственно, если мы хотим автоматическую конвертацию наших месседжей, то, как, допустим, в request body мы используем, да, в параметрах также для GMS есть аннотация payload. Прилот мой, тут ваш месседж, да, какой-нибудь месседж, ивент месседж какой-то, да, ваш к остальным. Чтобы автоматически конвертировать содержание месседжа в объект, да, ваш объект. Понятненько, да, что это мы делаем? Пишем метод, аннотации, подвязали и поехали уже с этим месседжем работает. То есть, он автоматически прослушивает по этому имени очередь и туда вам доставляет непосредственно вашу логику, уже доставляет само сообщение без всяких там деталей, да, реализация. Ну, соответственно, чтобы отправить сообщение, мы используем GMS Message Convert and Send, к примеру. Ну, сюда передаем месседж и имя, очередь, в которую нужно обратиться. Достаточно все просто, базовую реализацию мне получилось подключить там буквально за 10 минут. С конвертером там немножко повозился, да, из-за того, что фабрика, вот, ну, в общем, достаточно быстро можно начать с этим работать и просто. Что еще у вас может быть интересно? Вопросы есть какие-то у вас? Сколько это остается сообщение? Быстро. Я не знаю, почему, когда я первый раз с этим знакомился, там какие-то секунды, то здесь это буквально, это очень быстро. Сколько? А? Сколько? В секундах? Да. Ну, я делал специально задержку, там, по-моему, пару секунд и потом проверял, все как бы, все нормально. То есть, направо на Амазон вернулось? И в рамках? Просто там регион, непонятно как бы регион и я не знаю, как это будет. Там влияет ли это? Да, просто мы отсюда, а это же там в регионе. Хотя SKS может, по-моему... А, нет, в SKS нужно регион, да, она привязана как к вили вилиси-зоне. Достаточно быстро, да. То есть, детали скрыты в реализации, нам не нужно руками менеджить там, каждую секунду. При этом, непонятно, полсекунды или там, полсекунды быстрее, медленнее. Ну, если хочешь, я могу бенчмарк сделать для этого. Ну, по ощущениям быстро. Какие еще вопросы? Ну да, соответственно, те элементы, которые обрабатывают, если вы там какой-то вопрос в T-Exception, GMS-Exception, то это сообщение не поглощается, а отправляйтесь назад в очередь и кто-то другой может с ним поработать. Да, я уже рассказывал как-то про SQS детальнее, ну, если видите, там, можете порыться где-то, посмотрите это видео. Почему не стоит использовать? На самом деле, нормально, да. Вот GMS-реализацию можно по-человечески это использовать. Сильно надо, не заморачиваясь. Не в полной, еще раз повторюсь, не полная, не полностью реализованная спецификация. То есть, не ошибаюсь, GMS 1.1, но мы можем ошибаться. То есть, некоторые фичи, они просто не работают. У меня все, если нет вопросов, то все. Давайте я продолжу. Думал, какую тему взять и обратил внимание, что ребята сейчас пишут тесты, но мне приходилось смотреть, пара человек. И, мне кажется, один момент, который стоит прояснить, это кто, как, вообще тестировать все из какого типа. Потому что, я замерзу, что есть некая, ну, противоречия вот у нас с одной стороны. Все привыкли, что у нас есть же юнитесты. С другой стороны, это, может, Борис сказал, типа, что надо писать эндегрозонный тест. То есть, ну, уделить время этому, выщерп этому или этому, выщерп этому. Первое, конечно, чаще то, что я вижу. На самом деле, тут никакого противоречия нет. Это разные, разного плана тесты. Чем они отличаются в двух словах, чтобы было понятно. Ну, юнитесты изначально из названия имеются в виду, что у вас есть какой-то юнит. Юнит – это обычно какой-то минимальный, связаемый кусок кода. Метод или класс, например. Который не является каким-то сложным. В чем, почему хорошо именем юнитесты? Ну, во-первых, когда вы пишете класс, его первое использование может быть намного уже, чем его потенциальное использование в будущем. Если, например, вы пишете какой-то стринг утил и передаете туда одно значение, но по факту окажется потому, что через месяц ваш стринг утил использует все 50 местах. И если вы, например, не напишете на него простенький тест, может быть другой человек влипнет в то, что ваши ошибки, не найденные вот этой штукой, будет разгребать другой человек, что не есть кишерма. А может и вы сами потом будете. Другой момент. Ну, соответственно, противовес этому для Integration Test, судя по названию, присутствует какая-то интеграция. Тут пишешь, есть один компонент и другой компонент. Ну, во-первых, не всегда есть два компонента. Ну, если у вас какой-то класс большой, утилитарный, вы пишете сразу, может быть, да, и неприменимое такое понятие. Другой еще аспект, почему имеет смысл некоторое время посвятить Integration Test, потому что вы можете тестировать, ну, какой-то интересующий вас аспект. В случае, ну, опять же, это, наверное, обратная сторона металли от того, что я говорил до этого. Если мы пишем Integration Test, мы используем какой-то flow, который присутствует в интеграции. Однако не обязательно это единственный flow, который будет использоваться в конкретном методе или классе. То бишь, хорошо, как это может выглядеть? Если мы пишем какой-то блок-код, например, Месика класса, да, класс 1, 2, 3, 4 и так далее, то мы не Месика как-то работаем. Проявление, которое бы я предложил, следующее. То есть мы написали класс 1, если мы понимаем, что он более-менее меняться не будет, то мы написали на него GUnit Test. Обычно она не сложный метод для GUnit Test пишется, но очень быстро. Аналогично как на 2 GUnit. Дело в том, что обычно один класс не бывает таким сложным, чтобы на него можно было очень сложный тест. Но может какие-то исключения. Суть в том, что эти тесты и пишутся быстро, и прогоняются быстро, буквально в секунды. А когда для интеграционного теста нам нужно обычно поднять какое-то окружение. Ну вот, типа спиринт делать, спиринт понимается, несколько секунд потом еще запрос делать и так далее. И в базу, что ты записаешь тестовое данное. А когда оно все же в связке работает, написать интеграционный тест. То бишь, еще раз вкратце. Я беру внимание, что ребят начали написать интеграционный тест, а это вообще забивает меня. Ну, может быть, если этот код не переиспользуется, а может быть, это имеет смысл. Если это единственный flow, который проходит через этот код. Но очень часто код пишется и переиспользуется потом. Поэтому я бы обратил внимание, что вот такие... Ну, опять же, если набить немножко руку, это пишется достаточно быстро. Поэтому вопросов с этим быть не должно. И в долгосрочной перспективе этот код вам поможет, потому что он уже работает и его нужно использовать. То есть, без оглядки на то, что, блин, а я его не тестировал, какие там еще есть слова, ну и так далее. Вопросы какие? Так, а чем же все-таки чревато отсутствие интеграционных тестов и акцент на интеграционных тестах? Оно чревато тем, что если какие-то компоненты используются вне рамок тех интеграционных тестов, которые ты написал, то оно продолжается код не тестировать в том контексте и все. А со временем как оно? Что со временем? Не стакается с временем на разработку? Ну, конечно, тесты занимают время. Ну, опять же, во-первых, если набить, ну, как я упомянул, набить руку, то для простых классов юни-тесты пишут, что оно очень быстро. И вот там написали модель. Ну, может быть, модель это самый примитивный пример. Какой-то вот string-utils-класс. Ну, это может быть тоже какой-то самый утилитарный класс. И понятно, что у них имеет смысл написать кучу юни-тестов, потому что явно не вы один будете использовать. Ну, я предложил попробовать. То есть это, как сказать, ну, занимает они существенно меньше времени, существенно меньше времени, чем написание интеграционных тестов. Поэтому вот эти интеграционные тесты на него можно потратить больше времени, чем написание вот этих всех мини-тестов, если взять. Поэтому с точки зрения, что они немного времени занимают и достаточно много пользы дают. Ну, да, я думаю, что отлаживать, ну, дебажить код, какие-то ошибки со стороны интеграционного теста в разы дольше времени, чем протестировать это юни-тест. Да, то есть вот эти все пройдут за 3 секунды, а вот этот один раз будет стартовать 30 секунд, минуту. Ну, то есть если нужно что-то сложное выловить, то это просто потратится существенно много времени. Еще какие-то вопросы? Ну, у меня еще вопрос есть. А вот как насчет N2N-тестов? Или ты относишь их к интеграционным тестам? Ну, N2N-тесты – это, как бы, у нас самые большие интеграционные тесты, когда все в конце. Все? Все заинтегрировано. Ну, то есть это самый крайний случай интеграционных тестов. То есть это мелкие какие-то, интеграционные там побольше, а N2N – большой. Ну, назовем это интеграционными, пока не будем разделять особо. У нас не было контекста, когда нужно принципиально разделять. Ну, или не было таких компонентов больших, чтобы мы говорили, что вот это мы интеграционные пишем, два компонентика, а вот пять – это уже N2N. Такое. Хорошо. А как насчет покрытия вариаций тест-кейсов для разных уровней тестирования? Ну, они разные спектры покрывают. Например, вот эти вот тесты, ими очень можно легко покрыть и branch coverage, и… Кто знает, что такое branch coverage, line coverage? Я знаю. Здесь же граф coverage. Ну, суть в чем? Все заинтегрировано? Или как? Разветвление условий. Разветвление условий, да. То есть ваша логика состоит из строк кода условно, это как бы характеристика кода. Количество строк кода. И вторая характеристика – это количество разветвлений кода. Например, if стоит какой-нибудь. И, то есть, покрытие строк является, как бы, количественным показателем. И покрытие возможных разветвлений кода в if-ах. Ну, например, чтобы было проще. If и равно равно нулю sendMessage. Вот мы тестируем. Тестируем этот метод с параметром 0, например. Только с параметром 0. Тест от 0. То есть line coverage у нас будет здесь. Эта линия выполняется. Эта линия выполняется. Там покрытие 100%. А не с нулем не тестируем. То есть мы смотрим на line coverage. Ну, сейчас зашибись. Но по факту, например, если друг не 0, вам тоже нужно отправить сообщение. Но это никто никогда не тестирует. Сообщение не отправится. Соответственно, здесь branch coverage, то есть разветвление, будет не 100%. Потому что этот if, когда он true, вы протестировали. А когда false, не протестировали. То есть две таких качественных характеристики покрытия. Отвечая на вопрос, как вот эти тесты влияют на coverage. Ну, я даже не знаю, вы имеете ли какой-то практический смысл. Ответный вопрос. Хорошо вы имеете плюту. Мой вопрос был не столько про coverage, сколько про тест-кейсы. В чем вопрос заключается? Ну, вопрос в том, что сколько количество кейсов должно быть на разных уровнях. Сколько кейсов? Ну, я бы ориентировался на цифры coverage. Обычно хороший coverage – это 60-70%. Это уже хороший coverage. Ну, 100% вам не достичь. 90% – не имеет смысла, 80% – нужно очень стараться. 60-70% – достаточно хорошо. Может быть, какие-то критические точки имело бы смысл. Ну, пример приведу. Например, выщет денег, например. Там, где считаются деньги, налоги и так далее. Здесь, конечно, имеет смысл открывать сильно, потому что цена ошибки высока. Ну, вот как пример из одного общеизвестного проекта, над которым мы работали. Ошибка в выщете налогов может привести к тому, что там оштрафуют или вообще закроют контроль. Вот цена ошибки. Поэтому там, конечно, тесты очень хорошо имеет смысл применять. Для этого есть количественные характеристики. Не то, что там, я думаю, что достаточно. Но я думаю, что нет. Ну, поэтому есть какие-то цифры, на которые можно ориентироваться. То есть, если подкрыть минусом на 60%, можем ожидать, что очень хорошо. Ну, если больше – отлично вообще. А еще какие-то вопросы? Хорошо, спасибо. Кто-то хочет, подвозь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Всем привет! Я решила сдебютировать. Сегодня я расскажу о Саймлиф. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПОН metaphors Давайте помогу я, можешь? Что такое Саймлиф? Это фреймворк, предназначенный для динамического генерирования HTML-страничек в зависимости от тех данных, которые передаются из контроллера. Такие странички формируются на стороне сервера, и в браузер они передаются уже готовы. Чтобы подключить его, нужно в первую очередь, естественно, добавить в dependency и сконфигурировать в Application Properties, указать диалект HTML, указать префикс, это где искать наши странички. По умолчанию это в ClassPass папочка Templates, расширение страничек, и можно включить или выключить кэш. А также на самой страничке в теге HTML добавить namespace. Такое. 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 После этого можно использовать с префиксом TH во всех тегах, как атрибуты и так далее. Например, в модель мы передали атрибут users, список пользователей. И нам нужно табличку вывести, строки этих всех пользователей, информацию. Для этого мы в корневом теге, который будет формироваться для каждого элемента нашего списка, объявляем итерирование. Первый объявляется переменная временная, у нас будет user и обращение к переменной из модели. После этого мы внутри, в каждой ячейке можем обращаться к всем полям объекта user. В результате такой записи весь текст, который будет в этой ячейке, он будет заменен вот этим текстом, то есть именем пользователя. Есть также еще другой синтаксис inline. В результате такого синтаксиса у нас будет выведен h, и вот здесь подставится значение возраста пользователя. Для каждого элемента списка будет вот такая вот строчка. Таймлиф чем удобен тем, что он может заменить практически любой атрибут html. Например, нам нужен для четных и нечетных строчек таблицы у нас разные стили. И мы можем подставить класс вот здесь, сгенерировать для разных, с учетом итераций. Вот здесь объявляется переменная, которая счетчик, являясь за счетчиком. И здесь добавить с приставкой th класс, который, например, с условием и нечетный тернарный оператор используется. Если нечетная будет, к примеру, dark класс, если четная, light. И при формировании страницы подставится вот здесь класс, который четный или нечетный. Кроме того, у таймлифа еще очень много всяких полезных вещей. Например, форматирование дат, чисел, есть утиловые объекты. И интеграция с JavaScript, со Spring и так далее и тому подобное. Все это можно найти в официальных туториалах на официальном сайте. А также на GitHub в их репозитории. Там очень подробные доки по, например, поддержка Java Data API, Spring Security Integration и так далее. А вообще, в чем еще преимущество таймлифа? Это в том, что можно разграничить верстку и наполнение. То есть верстка производится независимо от остальной логики. Потому что браузеры игнорируют все незнакомые элементы, то есть вот эти. И странички отображаются, ну, как статический контент. Вот. И, наверное, все. То есть вы хотите сказать, что UI-ребята могут открывать темплейты, редактировать их в себе образы? Да, как обычная страничка. Они и так же сделают? Они и так же сделают? Они так делают? Да. Какие вопросы? Так а в чем у нас все-таки килин-фича этого таймлифа? В сравнении с аналогами? С кем же GSP или V-Market? Ну, основная килин-фича, наверное, это в том, что можно просто открыть страничку в браузере без сервера и запуска приложения. Вот GSP, там будет просто код отобразится в браузере. А тут полноценная страничка, а тут полноценная страничка, просто статический контент, который за хардкоржен. А если же там со спиртом, да, интеграция хорошая? Да, можно, используя стандартную HTML форму, дадится такого функционала, как Spring Form. То есть это все можно связать с объектом и передавать объекты в форму готовой. А маленький еще вопрос, а приходилось нам сталкиваться с таким моментом, когда, например, у тебя есть табочки или вкладки какие-то. И выбор режима, когда ты переходишь на новую вкладку, перезагружать всю страницу или подгрузить вторую табочку в самом начале и просто ее отображать, не от залазя на сверху. Не встречалось такое? Нет, с таким образом. Ну, а теперь хорошо. А ты стоит. Хорошо. Порисович, а по этому поводу. Какие еще вопросы? У меня небольшое дополнение есть. Чувак со спинка рассказал, что во второй части Монс-Людбу 2.0 подвезут поддержку без коротких реактивных стримов прям в таймлипе. То есть мы редактируем как обычно, но содержание странички будет в реактивной манере обновляться по мере поступления новых элементов. Понимаете, о чем я? Если график там каждые 10 секунд добавляется на графике, то раз загрузим страничку, вот этот компонент графика будет добавляться по мере того, как бэкен будет отдавать новые элементы. Они будут приходить. Они будут приходить, да, без всяких там, ну, то есть реализация будет скрыта. Еще вопросы? Все. Спасибо. Спасибо. Спасибо.